Не обязательно всем быть бизнесменом. Продолжайте делать ту работу, которая делает вас счастливыми. Но свои деньги заставьте работать на себя. Вряд ли смогу выйти из зоны комфорта, как говорит Трейси. У меня есть к вам вопрос. Я работаю программистом и нет времени заниматься бизнесом. А вот сидеть по 12-15 часов и писать программы, это получается. Видите, каждому человеку Бог давал особенный талант. Если вы решили заниматься недвижимость, это самый минимальный риск, если вы грамотно подойдете к этому. Отдельно пойти открывать свое выгодно или продолжать смене бизнеса? Хочу посидеть в сад. Вот только не могу определиться с выбором вида фруктов. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы Довлатову». Пожалуйста, под это видео есть почта. Вы можете туда написать свои вопросы. Обязательно мы ответим на ваши вопросы. Мы фильтруем вопросы. Некоторые вопросы, которые похожи. Мы обязательно из них фильтруем, собираем, отвечаем. Например, если 5-6 вопросов похожи, на одну из них мы отвечаем. Если вдруг какое-то ваше имя не читали или не ответили на ваш вопрос, значит аналогичный вопрос есть. Просто посмотрите, пожалуйста, наши записи, другие рубрики и так далее. Вы там точно найдете. Ассаламу алейкум, садмурат Довлатов. Меня зовут Бакай. Я из города Ош, Кыргызстан. Нужна ваша помощь. Просба отдать правильное направление. Вопрос следующий. Есть земля 1 гектар. Хочу посидеть сад. Вот только не могу определиться с выбором вида фруктов, которые буду получать и продавать. Ведь плоди будут давать лет через 5. И какой вид будет через 5 лет в тренде и наиболее прибыльным? Не могу представить. Знаю, что у вас есть сад. И думаю, вы в этом разбираетесь. Надеюсь, дадите правильное направление с уважением Бакай. Уважаемый Бакай, конечно, когда человек сажает дерево, он сажает это с планом 30 лет. Минимум 20 лет, 30 лет. Я сажаю фистешки с планом 600 лет. Поэтому, а когда речь идет о фрукте, хотя бы плавно 20 лет. Поэтому натуральные продукции все равно актуальны. В ближайшие 20-30 лет, даже 100 лет, наверное, мне кажется, натуральные продукты будут очень важны. Я сейчас нахожусь в Америке, вы даже не представляете, что тут кушают люди. Натуральные продукции здесь, наверное, не так просто найти, мне кажется. Потому что большинство порошок, большинство из этих, да, дополнительные искусственные продукции для того, чтобы кормить массовый народ. Массовый народ не все богатее, чтобы купить натуральные продукции. Поэтому не переживайте. Выберите только те сорта. Я вам скажу три показателя, фокусируйтесь на это. Первое. Выбирайте те сорта, которые 1 гектар дают вам больше 45 тонн. Хотя бы 40 тонн. Может быть, это яблоко, может быть, это персик, может быть, это черешня, может быть, это слива. Но берите, чтобы он давал больше 40 тонн с 1 гектара. Только тогда вы будете в прибыли. Если будете получать 15 тонн или 20 тонн, вы с содержания уходите. То, что вы получаете, все уйдет на содержание, и вы ничего не зарабатываете. Поэтому, если вы ошибаетесь в сорт, 5 лет, 10 лет просто уйдет на сморку. Это большой потери. Очень большой потери. Поэтому я рекомендую вам, в обязательном порядке, изучайте. Интенсивнее садей. Именно спрашивайте. Те сорта, которые больше 40-45 тонн, прибыль дают, то есть урожай дают. Например, даже любой вид яблока, она зимой, меньше доллара они стоят. Обычно стоят 1,5 доллара или 2. Хорошие сорта стоят 2 доллара, сочные хорошие сорта. Даже 3-4 есть. Если даже минимум 1 доллар есть, если вы даже, скажем, 40 тонн берете, это 40 тысяч долларов. Это нормально. Это хороший доход. Так что это нормально. Если черешни, еще больше будете получать. Отталкивайтесь из этого. Хорошо? Те сады, которые в 2008 году мы сажались с братом, поскольку у нас не было опыта, которые давали 12 тонн с гектара, 15 тонн, 20 тонн. Я в этом году все снимаю. Представляете? 12 лет платил деньги. Платил за налог, платил за воду, платил рабочим, выращивал их. В этом году все начнет снести. Почему? Потому что это неэффективно. Зачем дальше еще 12-15 лет так делать? Я сейчас поручал, что там где-то 6 гектаров или 8 гектаров, они сейчас убирают оттуда. И я буду сажать заново. Другие вещи. Потому что уже я понимаю, как должно быть. Раньше просто не хватало знаний. И мой совет к вам. Если вы будете связывать свою жизнь с садоводством, найдите сильного агронома. Самым первым. Позаботитесь, чтобы сначала воду обеспечить. Воду, свет обеспечить. И дорогу. Чтобы техника мог ходить. Сначала это делайте. Не сажайте дерево, пока полностью вода не дошла до этого. Обязательно делайте капель нарушаемые. В обязательном порядке. Это очень важная вещь. Второе. Покупайте годовое удобрение. Годовое лекарство. Сейли объем. За сейли год. Это дерево. Дерево тоже как человек. Так нельзя говорить, что, например, он заболел, а потом вы ищете лекарство. Потом вы ищете, вдруг не найдете то нужное лекарство. И вдруг его вовремя не найдете. Вы нашли его 10 дней позднее. Или 15 дней позднее. Дерево уже получало стресс. Дерево уже стал больной. Понимаете, это дерево как человек. Представьте, бывает, что ребенок заболел в детстве, а потом всю жизнь вырастет слабым ребенком, как-то более недоразвитим. Бывает же такое? Ваше дерево становится такое. Он получил стресс, и всю жизнь будет такой больной, слабенький. Это означает, что вы автоматом 30-40% меньше получаете урожай. Поэтому, значит, первое, воду обеспечите, второе, обеспечьте полностью годовой все лекарства, удобрения, все, сильного агронома. Только потом сажайте. Только после этого. И правильные сорти подберите. Потом сажайте. Я свое время делал наоборот. Сажал дерево, а потом думал, что делать с водой. Я думал, что сейчас в общем насосе вода придет, оттуда буду поливать. Потом в общем насосе вода поздно отпустили, и я на машине таскаю воду, поливаю. Каждый год по 2 тысячи, 4 тысячи. Был какой-то год, 6 тысяч дерева у меня умерло. Это как будто... Знаете, как это болезненно? Вы даже не представляете, как это больно, когда вы тратите в целый год деньги, и к концу года видите, что 6 тысяч дерева высохло. из 50 тысяч. Это очень обидно, очень обидно. Поэтому соблюдайте советы, которые я давал, у вас будут хорошие результаты. Здравствуйте, Санурат Довлатов. У меня к вам вопрос. Всю жизнь заниматься развитием семейного бизнеса, так как там задействование много моих родственников, или открыть свой собственный бизнес. Заранее спасибо за ответ. С уважением, Омежан Шарикбаев. Если ты внимательно посмотришь мировые компании, особенно китайские компании, японские компании, оказывается, самые крупные компании Гонконга, Японии и так далее, большинство, смене бизнеса. Даже 96% касса. Это означает, что значит смене бизнеса выгодна. Семья Рокфеллеров, или семья Росшильдов, и так далее, очень много таких, очень много смене бизнеса тоже. Семья Волмарт, все дети и так далее, этим занимали. Но, смотря, твои родные, близкие, вся семья, которая этим занимается, насколько они коллективно это все правильно делают. Смене бизнеса всегда выгодно. Легче, брату платишь зарплату, или жену платишь зарплату, принесет домой, брату платишь, все равно, когда тебе деньги нужны, обратно вложить их. Так что смене бизнеса выгодно. А то, что между того, что ты спрашиваешь, отдельно пойти открывать свое выгодно, или продолжать смене бизнеса. Я бы на твое место продолжать бы смене бизнеса, но пошел бы в филиал открыть бы. Филиал из этого семейного бизнеса. Если тебе тяжело с ними вместе работать, надо заниматься расширением. Пошел бы, я не знаю, какой у вас вид бизнеса, если это ресторан, пошел бы второй открыть бы. Точно такой ресторан, но как в смене. Или пошел бы, если это магазин, второй магазин открыть бы. Если это ферма, вторая ферма. То есть продолжение этого бизнеса. Если это гостиница, следующая гостиница, Вот этот бизнес продолжал бы, но я не прыгал бы с этого бизнеса на другой. Просто его расширял бы, масштабировал бы. Так будет прибыльно и выгодно, легче будет вам. Потому что кадры универсальные, опыт, который у тебя есть, у братьев есть, у родителей есть. В любой момент, если вдруг все, они тебе заменяют. Взаимозаменяемость очень легко, проще, намного проще, риска меньше. Господин Довлатов, хочу поблагодарить вас за вашу работу. С большим вниманием и удовольствием смотрю по ютубе ваши выступления и ответы на вопросы. Я живу за границей, поэтому не могу лично присутствовать на ваших тренингах и очень жал. Спасибо, что смотрите. Хорошо, что интернете есть, правда? Даже можно хоть так как-то общаться. Я благодарен судьбе, что я хоть чем-то не буду полезен для вас. Буду знакомиться с вами через ваши книги. У меня есть к вам вопрос. Я работаю программистом и нет времени заниматься бизнесом. Да и по правде говоря, вряд ли смогу. Вряд ли для этого нужен определенный характер. То есть, стоять и торговать не могу. По правде говоря, и не пробовал. А вот сидеть по 12-15 часов и писать программы, это получается. Видите? Каждому человеку Бог давал особенный талант. Вряд ли смогу выйти из зоны комфорта, как говорит Трейси. У меня есть сумма, на которую я хочу приобрести недвижимость в Чехии, Праге. Для краткосрочной аренды, я знаю, что это будет маленький прибыл, около 5%. С другой стороны, держать деньги в банке невыгодно. У нас очень маленький процент по вкладам. Играть на бирже и торговать акциями, в этом нужно разбираться. Поэтому для начала решили начать ход с чего-нибудь. Хотел бы услышать ваше мнение. Заранее благодарен. Александр, дорогой, если вы решили заниматься недвижимость, это самый минимальный риск, если вы грамотно подойдете к этому. То есть это означает, что риска большой дохода не будет, рост капитала. Но, соответственно, и потери не будет большого. И вы правильно заметили, что если вы любите свою работу, продолжайте делать свою работу. Не обязательно всем быть бизнесменом. Продолжайте делать ту работу, которая делает вас счастливыми. Но свои деньги заставьте работать на себя. Я вам рекомендую три совета дам. Если вы выбрали недвижимость, сначала, пожалуйста, мой совет. Пробретайте тренинг, который у нас есть в видеоурок, как стать хозяином недвижимости при любом доходе. Чтобы вы хорошую стратегию, инвестиционную стратегию выбрали по недвижимости. Чтобы у вас был прибыльный шаг. Чтобы не получилось так, что вы купили недвижимость, которая потом стала проблемой для вас. Или либо потом тяжело его реализовать или сдавать и так далее. Поэтому делайте вот так. Пробретайте этот урок. Внимательно послушайте. Я там показываю. Я говорю о категории недвижимости, класс недвижимости, ликвидность недвижимости, место недвижимости, много разных параметров недвижимости, какие источники дохода создавать из этой недвижимости. Там в этом тренинге двухдневный или четырехдневный тренинг, по-моему. Честно сказать, не помню там. Четырехдневный тренинг, по-моему. Вот. И там очень много чего вы увидите. Исходя из этого, фильтруя, потом выбирайте, какой категории недвижимости хотите инвестировать. Если это жилая квартира, на что надо внимание обратить? А если это участок, на что надо внимание обратить? А если это, скажем, коммерческое помещение, на что надо внимание обратить? Это все разные бизнесы. Поверьте моим словам, это разные. Но я бы рекомендовал вам, если вам удастся, если хотите за счет капитализации зарабатывать хорошо, займитесь участками. Просто купите участки именно в ту территорию, где в ближайшее время становится ближе к центру города. Но в того территории, в которой город расширяется, купите участки. Почему? Капитализация хорошая на них. Через 2-3 года продадите хотя бы 30-40% сверху. Потому что участки никогда не станут большой. Их меньше, меньше, меньше становится год за годом. Год за годом земля, она не резиновая. Вы никогда не будете потерять, если вы прообрели участок. Никогда. Почему? Потому что год за годом его количество меньше, меньше, меньше станет. Раз. Во-вторых, это не квартира. Квартира строить можно. Еще строить, еще строить. А землю никто не создает и не строит. Земля, она не появляется. Никто его не производит. И к тому же участка охраны не надо вам. Никто не нужен, что охраняли его. Фос-мажор не принадлежит вам проще. На его содержание много тратить не надо, только налог платить и все. Только я не знаю. Вы гражданин, если Чехия, вам, возможно, земли продадут. Если не гражданин, возможно, земли не продадут вам. Такое бывает. Например, я не гражданин в России или Казахстане и так далее. Квартиру купить могу, землю нет. Или Кыргызстан, или Казахстан, или Россия и так далее. Ну, если есть возможность на имя кого-то купить, тоже это вариант. Лучше купить. Я много заработал на участках. И у меня есть ученики, которые мои советы соблюдают. Миллионы заработали. Можете попробовать. Потому что, если вы правильный участок купили, в широком лицевом, первой линии, скажем, через некоторое время даже появятся люди, которые за него приличную сумму приложат. Или либо приложат вам квадратуру. Они могут на этом участке построить многоэтажные дома, вам дать достаточная квадратура. Вы нормально на этот двойной доход получите. Дорогие друзья, ставьте лайк. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым друзьям. Сдавайте актуальные вопросы. К вашим услугам с радостью буду отвечать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова